Ситуация с приостановкой вывоза мусора в Волконештах возникла по причине того, что городской совет незаконно уволил директоров предприятий ЖКХ и Апоканал и также незаконно назначил исполняющих обязанностей предприятий, отмечает примар города Волконешты Виктор Петриоглан. До настоящего времени вопрос еще не разрешился, но мы ждем с минуты на минуту звонка, от которого зависит разрешение данного вопроса. И надеюсь на то, что это все будет разрешено в ближайшее время и мы сможем выполнять эти обязанности. То есть не мы как примария, а МПЖКХ сможет выполнять свои обязанности. Я очень сожалею о том, что городской совет в данный момент принимает вот эти неправильные, незаконные решения и потом старается перекинуть вину на примара. Но надо четко понимать, и наши граждане Волконешт должны четко понимать, что не все так гладко и не все так хорошо, и примар не может исполнить то, что принято неправильно. В свою очередь председатель городского совета Ольга Мохина уверяет, что вся проблема невывоза мусора в городе исходит от примара. Это решение есть в марте месяц. Вопросы остальных примар. И он назначен еще 29 марта. С марта месяца примар не заключил с ним трудовой договор. Вот поэтому эта проблема решилась. Идет судебное разбирательство с Янниковым. Заключаю СИО, пока суд идет, разблокируется счет страны. Отметим, что после назначения нового исполняющего обязанности директора МПЖКХ Сергея Братана, он не стал полноправным руководителем предприятия, которое занимается вывозом мусора. Как следствие, подал в отставку, но при уходе аннулировал свои подписи в банке, не передав права подписи бухгалтеру МПЖКХ, и с февраля этого года никакие финансовые операции предприятие проводить не может. При этом у муниципального предприятия ЖКХ есть все для работы. Современная техника, ответственные трудолюбивые работники и деньги на счетах. Но воспользоваться своими деньгами предприятие не может. Счета заблокированы. И пока идут судебные разбирательства, город продолжает оставаться в мусоре. У нас до настоящего времени не было ни новых машин, ни новых контейнеров, ни контейнеров в каждый дом. Не было практически такой удобной услуги, по которой город бы очищался от мусора. В конечном итоге мы предприняли очень хорошие шаги. Это и написание интересного проекта. Этот проект, как говорится, уже работает. Этот проект составляет более 9 миллионов лей. 30 июля комиссия по чрезвычайной ситуации приняла решение об объявлении в Вулканештах чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. По мнению примара Виктора Петреогла, это позволит принимать неординарные решения данной проблемы. Напомним, что в Вулканештах более месяца не производится вывоз мусора. Контейнеры переполнены, а учитывая жару, еще источают зловоние. Машины не могут заправиться топливом, а люди не получают зарплату несколько месяцев.